50-е и 60-е годы прошлого столетия, историческое десятилетие для архитектуры Рязани. Это время новых красивых знаковых зданий. Среди них дом политпросвещения на улице Ленина, теперь филфак РГУ Есенина, высочный комплекс торговый городок, дворец пионеров, здание филармонии, областной библиотеки и многие другие. В это же время возводят и современное здание Рязанского театра драмы, колоннада, лепнина, зал на 700 мест. Осуществить проект, разработанный в стиле позднего сталинского классицизма, поручили архитектору Ирине Чистосердовой. Много легенд ходит про этот проект, ходят легенды, что при постройке были заложены какие-то подземные ходы под театральные площади. Нет, конечно, такого ничего нет. Это была достаточно болотистая местность. Ее сначала укрепляли, бетонировали, поэтому есть легенды, что якобы что-то тут прокапывали, но нет, такого нет. Ничего. Здание интересное. Здание приводит в восхищение всех, кто к нам приезжает. И мы очень гордимся своим зданием, гордимся акустикой. Здание театра вместе с площадью действительно одна из визитных карточек города. Этот вид изображают на открытках, здесь фотографируются туристы. Любопытная деталь. Проект театральной площади разработал молодой выпускник Московского инженерно-строительного института Эмиль Кио. И, надо сказать, со своей задачей будущий великий фокусник справился успешно. И хотя проект здания театра типовой, таких же в стране пять, в нашем городе он был немного доработан и изменен в нюансах. Изначально при постройке этого здания люстра должна была быть другой, гораздо менее нарядной. А в служебной части должно было быть два лифта для персонала. Директор театра принял решение отказаться от лифтов, чтобы здесь была побогаче люстра. Несколько лет назад Рязанский театр драмы включили в программу реновации объектов культуры по федеральной программе «Творческая среда» на 2021-2022 годы. По проекту отремонтируют помещения четвертого и пятого этажа театра, чердаки и подвалы, проведут работы на большей части системы вентиляции театра. Здесь уже поменяли окна в зрительской зоне и старые окна в служебной части здания. А также двери. На заказ сделали точные копии оригиналов, установленных в 1961-м. Только ручки оставили прежние. Мы всю жизнь думали, что они у нас темные. Прямо темные бронзы. Были уверены причем. И мы очень сильно удивились, когда привезли из Москвы после очистки. Москву отправляли на очистку. Привезли эти ручки, что они, оказывается, блестящие были изначально. Учитывая, что здание театра – памятник культуры, дизайнерские решения коснутся только выбора цвета поверхностей и световых приборов. Главная идея – вернуть все к первоначальному виду, который изменили в 90-е – начале 2000-х. Если вы помните, здесь у нас мраморный пол. И рисунок тот, который был последние годы, он не изначально. Сейчас сняли мрамор, залили в новую стяжку и будут восстанавливать тот рисунок мрамора, который был при постройке этого здания. Хорошо, что остались и архивные фотографии. Остались фотографии, да. По фотографиям все вот. Восстанавливаем все по фотографии. Капитальный ремонт обещают завершить в октябре. Реновация здания, правда, не затронет сценическую коробку. Ну а пока ремонт в активной стадии, труппа гастролирует в регионе. Летом – турне по стране. Параллельно началась подготовка к новому, 235-му сезону, юбилейному, да еще и в обновленном здании. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».